Удерживая, да, одной рукой, рассматриваем, что насекомых или ссыпаем в баночку или мешок. Вот сколько у нас кучки есть. Вот клоп. Клоп, черепашка, вот пополз, да, совершенно верно. Кучка. С такого знакомства начинается практика студентов агрария. Второкурсник Андрей по распределению попал на учебную базу в поселок Степное. Здесь ему предстоит спасать от вредителей пшеничное поле. В книжках, когда мы читали, как-то не видно, ничего не понятно. Вот сюда мы сейчас уже как-то опыта набираемся, уже интереснее становится. Там можем он потрогать, пощупать. Вместе с ним в полях еще почти 20 студентов. Учебная база – это мини-колхоз. На одном поле выращивают все виды зерновых культур. Студенты учатся ухаживать за каждым, даже вспахивают землю сами. Ведут всю технологию возделывания культуры, начиная от обработки поля, да, и заканчивая уже уборкой. В помощь студентам техника, трактора «Беларусь», «Кировец». Недавно Аграрный университет разработал еще одну сельскохозяйственную машину – плуг для возделывания почвы. В управлении сложный. Ну, мы их учим. Так что работа идет. У нас по этой машине уже защитились три аспиранта у меня. Учить молодых аграриев выгодно, уточняют фермеры и студенты. Отличная подмога в разгар полевых работ. Многих работа на земле увлекает настолько, что, приехав на недельную практику, остаются на все лето. Живут в общежитии. Здание советской постройки обустроили специально для начинающих специалистов. Вот, начинаем с того, что необходимо, когда человек приходит с учебной производственной практики, то есть ему необходимо помыться, это душевая. Общий душ – комнаты на четыре человека. Интерьер скромный. Но полевые условия здесь никого не смущают. Большинство студентов аграрного университета приехали учиться из села. И после защиты диплома вернутся работать на поля родных районов. Жанна Гольцова, Дмитрий Соколов, ТВ-центр, Саратов.